Палящее солнце и раскаленный асфальт. Уже несколько недель в Ульяновске держится аномально высокая температура. Вызвана жара антициклоном, пришедшим с северных регионов. Но этот август не побил рекорды предыдущих лет. В 2010 и в 2021 году жара держалась около 20 дней, а в этом году она уже сейчас идет на спад. На текущей неделе ожидается неустойчивый характер погоды с преобладанием полей пониженным атмосферным давлением и ветрами северного направления. Тем не менее, температурный режим будет в пределах нормы, но ощутимо отличаться, конечно, от высокой температуры. В предстоящие два дня ожидается местами кратковременный дождь при температуре дневной 23-28 градусов. На выходных пройдут дожди и установится комфортная температура 22-27 градусов. Но расслабляться пока рано. В течение недели все еще возможно повышение температуры до 30 градусов. Такая погода в первую очередь опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и людей в возрасте. Этим группам врачи дают особые рекомендации на период аномально высокой температуры. Лучше всего в самое изнойное время, с 11 до 15 часов, конечно, на улицу по возможности не выходить. То есть оставаться дома. Но если уж необходимость есть выйти куда-то, то нужно обязательно одеться соответствующим образом. То есть какую-то легкую натуральную одежду, то есть из длина, из хлопка, светлую желательно. Желательно закрытые, чтобы были руки, ноги, чтобы не было ожогов солнечных. Конечно, обязательно головной убор. Конечно же, нельзя забывать брать с собой воду, лекарства и не нарушать график приема последних. Жара таит в себе еще одну опасность. Только за это лето в водоемах Ульяновской области погибло 22 человека, 6 из которых дети. Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме. Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных, необорудованных местах, плавания на непредпособленных для этого средствах, игр и шалости в воде. Купание детей, особенно малолетних, проводится под непрерывным контролем взрослых. Температура воздуха понизится уже в конце недели, но рекомендации специалистов необходимо соблюдать постоянно. Никита Лунин, Максим Архипов, Сергей Рябухин, репортер 73.